Надо брать тех, кто сегодня имеет изюминку. Это влияние авторитетов. Экономически Украина всегда просто дешевле. Это крупнейшая украинская продуктовая IT-компания. Это все-таки интуитивное определение инструментов. Все сейчас маркетологи, себя научились продавать. Математически обыгрывать контору, поправьте меня, если я не прав, это и есть бизнес. Паримач. Предприятие, оцененное в миллиард. Один миллион пользователей ежемесячно. 500 инженеров в штате. 5 миллиардов ставок в месяц. Сергей Портнов. Генеральный директор холдинга Паримач. Крупнейший букмекер в СНГ. Лауреат премии SBC Awards. На руке то, что я подумал. Не знаю, что вы подумали. Я подумал, что это хорошие часы. Задаш вопрос, как мне задал про самолет. Я, кстати, сегодня приехал на машине из Одессы. Это продолжение нашего разговора. Я не брал чартер, я приехал на машине за рулем. Скромность украшает вас? Нет, просто сели, взяли семечек и поехали. На заправке остановились, ели поход в Догу. Но это тоже в кайф. А куда смотреть? Куда смотреть? С такой бедой можно смотреть куда угодно. Можно развернуться от камеры. Хорошо. Друзья, здравствуйте. У нас сегодня новый выпуск айтишного Big Money. В гостях у нас Сергей Портнов, компания Паримач. Компания Паримач – это очень крупная беттинговая компания. Меня спросят, почему она про IT. Потому что я считаю, что эта компания получила свой основной результат и свой основной буст именно после того, как она трансформировалась в онлайн. На сегодняшний день, по сути, это крупнейшая украинская продуктовая IT-компания. Сергей. Спасибо, что пришел. Спасибо огромное. Меня позвали. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Сереж, насколько я знаю, на сегодняшний день вы крупнейший… Такое бывает. Это мы на форуме. Условия максимально приближены к боевым. Насколько я знаю, вы на сегодняшний день крупнейший букмекер в СНГ. Можешь дать нам каких-то цифр, чтобы мы поняли размер компании, статус, выручка, беда, количество людей, география продаж? Конечно, поделюсь теми цифрами, которые санкционировал комплаенс, потому что, сами понимаете, сфера еще так не сильно принята в наших плоскостях. И здесь, на каждую цифру, реакция очень сильная. Я там у ваших конкурентов упомянул цифры, я теперь по сей день выгребаю за них, поэтому… А кто наши конкуренты об этом? Ютуб-канал другой. Да, ютуб-канал… Наш конкурент, как ютуберов, да. Поэтому сенситивность к данным есть. Мы возьмем тогда оттуда информацию и перепостим ее сюда. Да, но с того момента мы подросли пару раз, поэтому можно умножить. Тогда напишем «Х2». Хорошо, «Х2», «Х2», «Х2,5». Ну, миллион юзеров ежемесячно. Тогда ты в полярда оценил оценку. Я сказал оценка от 100 миллионов до миллиардов. То есть выбирай любую. То есть сейчас от 200 миллионов до 2 миллиардов. Сейчас, наверное, просто миллиард. То есть уже 100 не может быть, но, к сожалению, никто такие деньги не заплатит. Предприятие специфическое, очень неудобное. Сами понимаем, как много компаний из СНГ были проданы за миллиард. Ну, это какие-то истории. Я не знаю таких. Есть такие? Есть. Даже в нашей индустрии есть одна компания. В «Эгорке» таких кейсов нет. Сразу говорю, нету. Все, что западное, проанглийское, там происходят такие транзакции. Здесь я даже не знаю, когда рынок созреет к подобному. И легализация здесь даже вторичный фактор. Немножко к цифрам. Миллион юзеров ежемесячно. То есть это миллион живых людей, которые потребляют продукт. То есть нагрузка высокая. Примерно 5 миллиардов ставок в месяц. 5 миллиардов ставок. Вдумайтесь просто. То есть, ну, там спин, слота, ставка на матч FIFA. То есть два пацана шпилят и на них ставят. Это все ставка. То есть в миллиардах исчисляются ставки. Ой, как же не хочется говорить о ревене. И не скажу. Очень тяжело. А слушай, а в вашем бизнесе ревеню это что? Это ставки минус выплаты? Ревеню это верхний уровень. Доход. Очень просто. Есть оборот, сколько люди поставили. С него мы забираем примерно процентов 5. И это формирует базу ревеню. После ревеню пошли маркетинг, аффилиаты, платежная система, операционка, саппорт. И потом только уже нет профит. То есть 5% отставок? 5%, ну, 5,5%. Зависит от региона. На Западе больше. Из-за того, что у нас степень мошенничества намного выше в этих странах, маржа понижается. То есть слишком много фродо. То есть люди умеют выигрывать деньги у контор. Честно, нечестно, как угодно. Умеют. Подкупают матчи, математически обыгрывают. То есть люди с наших стран очень умелые. Лучший покерист это кто? Украинцы, белорусы, россияне. То же самое Австаха. Математически обыгрывать контору, поправьте меня, если я не прав, это и есть бизнес. То есть они умнее вас, соответственно, они хотят вас обыграть. Они уже умнее нас, потому что рынок, который мы обслуживаем, это масс-маркет. Это казуальщина. То есть это люди, которые, в принципе, для них не надо давать уже высчитывать микро-микро-центы, микро-коэффициенты. То есть одна десятая, мы можем ошибиться, ничего страшного. Потому что казуальный игрок не способен даже, когда мы ошиблись, тебя обыграть. А профессионалы, они ищут дырочку. Когда у тебя меню, то есть ты принимаешь на все, то есть мы принимаем на все. Вот все же выдумаешь. От Евровидения, курсы биткоина, все что угодно. Явно мы где-то ошибемся, потому что не может 200 человек знать лучше всех, что происходит в мире. Поэтому есть кто-то, кто сидит в конкретной стране и знает, что сегодня в этой стране местный гонбол играет его брат в команде, тренер его друг, и он знает, что произойдет. Поэтому они просто сильнее. Наша задача их ловить. И ловим мы с помощью технологий, определения там. То есть антифрод-системы у нас уже улетели в космос, как мы ловим. На сегодняшний день, ты говорил, у вас 500 инженеров работает. Да, так и есть. Что делают эти люди? Смотри, продукт. Может показаться, что париматч это такое светило-маркетинговое, назойливая реклама, пиратских плоскостях, конор. Все это, конечно, хорошо, но за этим стоит мощнейшая архитектура, инфраструктура айтишная. Я говорил-то там, в принципе, люди, кто знают париматч, мы еще были не всегда онлайн. То есть эта компания из ритейла родилась. Где-то в 2010 году она чуть-чуть познала интернет. То есть она там... В 2010. В 2010 году. То есть интернет, наверное, был процентов 5 от всего ревеню. Сейчас это 100, это просто 100 процентов ревеню. Даже не интернет, это мобайл. То есть мобайл это 70 процентов, 30 это интернет. То есть в 2010 году люди приходили в кассу, ставили денежку. В 700 точек раскиданных по СНГ. Приходили кассир, классика, кэш. То есть вся эта тема уже вымерла. Теперь это все на мобильном телефоне. Ну подумайте, 5 миллиардов ставок обработать. Это значит платежная система, UI, UX. То есть это во всех странах свой продукт. Это очень высоконагруженная комплексная система. Ее поддерживать очень тяжело. Даже если наш дух динамичный, агрессивный, мы уже замедлены тем, что у нас 500 инженеров. Просто потому, что оно тяжело уже катится. Уже тяжело катится. А проблемы инжиниринговые или проблемы хранения данных? Это облачные или серверные проблемы? Какого саптайм сервера? Люблю говорить так, 4 девятки. Типа кара девяток. 4 девятки? Да нет у нас такого. Мы еще, нам есть куда стремиться. Мы набрали мощных ребят, вот там с Яндекса, с СТО переманили. Повторюсь, у нас ДНК не тековая. То есть это значит, что у нас изначально в архитектуре заложены корневые такие проблемы, которые, ну, потому что мы по ходу развивались, бизнес развивали, бизнесмены-маркетологи, а IT используют как ресурс. Сегодня уже мы перепроферировались. И сегодня тег-команда диктует, как развивает бизнес. Бизнес с ними в синхронии подхватывают. То есть у нас этот переход сейчас происходит, когда культура именно технологичная, завоевывает авторитет в компании и говорит, как она должна быть. И технологические процессы, и культура компании определяет, как компания двигается. До этого нет. До этого как? Пришел бизнесмен, говорит, открой мне там такой-то регион и насыпает марки. А IT-шник говорит, да, понял, идет исполнять. Вот когда у тебя IT-шник, это исполнительная власть, ну, все, шансов у тебя нет. То есть стать технологической компанией, должно быть mindset, technology first. И вот в этом мы только сейчас приходим и, наверное, полтора года маринуемся. Вот оно сейчас так. Мы в этом переходе. А парень из Яндекса не хочет быть исполнительной властью? Он хочет быть визионерской властью. То есть потому что действительно, ну, надо дать должное. То есть инженеры сегодня определяют, настолько быстро продукт локализируется. И в принципе вся экспансия сегодня, она все в тег упирается. Потому что по маркетингу развернуть, добыть там весь трафик страны, любых бренд-амбассадоров, понять, что заработать, уже для нас это просто чек-лист. Все очень понятно. Но тег не успевает. То есть тег всегда был позади. Поэтому если у нас он позади, мы говорим, окей, давайте создадим перекос, другую крайность. Давайте тег поставим первым и от него все остальное. То есть мы теперь двигаемся по-другому. Иначе мы не успеем. То есть технология у вас боттленек для бизнеса? Да, однозначно. Боттленек. И думаю, еще пару лет надо. Но скоро... Ну, честно, на фоне того, что было раньше, это уже тег компания однозначно. Потому что мы зашли за полтора года в 20 стран. То есть это очень серьезная экспансия технологийская. Чтобы вы понимали, каждая страна, это по 50 платежек, куча нюансов продуктовых. Каждая страна, ну, все вроде бы одни и те же коэффициенты, один и тот же спор, только ничего общее. Полный зал, извините, мы тут сняли. Дальше переходим на улицу, а тут начинается мероприятие. Привет. Здравствуйте, друзья. Всем привет. Учиться никому не рано и никогда не поздно. До встречи в Big Money Университете. А как у вас география сейчас, продаж распределена? География. Ну, смотри, во-первых, нельзя сказать, что мы еще там прям глобальная компания, у которой можно опираться на географию. Мы все равно от СНГ. То есть СНГ это наша пока кормилица такая. Уже есть присутствие в Африке, есть в Латинской Америке, уже там в Канаде пробуем, в Австралии, Южная Азия пошла очень мощно, Индия. То есть в Европу, сейчас заходим в Португалию, уже зашли в Англию и имеем очень серьезный успех. То есть рванули за короткий период. Ну, конечно, спонсорство сильно помогли, эти Лестеры, Эвертоны бустанули. Поэтому уже сквозным везде, но сказать, что прямо у нас ревеню вот так вот распределено, нет. СНГ это 70% пока. Ну, мой прогноз Южная Азия, это Индия и около Индии, кто там, Пакистаны, Бангландеши, Малайзия, Таиланды. Это будет. По 200 миллионам стран. Да. То есть там каждая страна имеет потенциал всего СНГ. Поэтому вот где лежит наш вектор. И сегодня наибольший рост прям сегодняшний по юзерам, вот это, наши там CPA, Lifetime, именно там наибольшие. Поэтому если я сказал бы, какая география будет, то есть она будет СНГшно-восточная. Сегодня перекос есть в СНГ, спору нет. А Европа, ЮКей это самый большой рынок в Родине? ЮКей, смотри, он сам большой по признаку revenue, потому что игра принята, ментальная, ментальная игра принята 70 лет назад. То есть 70 лет у людей привычка играть и восприятие игры, то есть это просто продолжение спорта для них. Ты смотришь спорт, значит играешь. Из-за этого рынок большой, поэтому все играют. Я знаю даже как статистика, что 70% населения ход раз в год делает ставку, 70% населения ход раз в год. Там 80 миллионов, 70% это 50 миллионов. Это кто хоть раз сделал ставку. 50 миллионов. Да, кто хоть раз сделал ставку. Не только в букмекерскую, потому что купил отельный билетик, в автоматик там сыграл ставочку. То есть уже, поймите, 7 из 10 это люди, которые уже нормально относятся к тому, чтобы в азартную игру, то есть шанс потянуть. То есть все играют, но маржа фантастически низкая. Потому что, сами понимаете, рынок, имеющий сильнейшую концентрацию ревеню, имеет сильнейшую концентрацию чего? Маркетинга, расходов на ритейл, на налоги, то есть налоговики их там тоже уничтожают. Поэтому рынок вообще не сладкий и маржинально слабее восточных рынков, но стабильный. То есть за него, если у тебя есть там и беда хорошая, тебе за нее дадут, может быть, мульт 15. 12-15. Легко. Да, 12-15 дадут. А в сравнению с тем рынком, где у вас 70% какой мульт? 5. 5? 5, да. То есть, но никто не продаст, потому что все понимают, что бизнес-то дороже. Это тег-бизнес. Но восприятие его, когда, нет, если париматч бы умножили там, честно, на мульт 10-12, наверное, это три ярда в компании. Ну, то есть это, если бы нам дали такие мульты, я даже не рассчитываю на такие мульты, это фантастика. Эти рынки пока не готовы переварить подобные мульты. Так я так понимаю, стратегия как раз и выглядит таким образом через Лестер и прочие легендарные клубы, чтобы попасть на рынок, где мульт, делая то же самое, получите мульт 15, даже с низкой ревеню. Сказать, что это прям центрированная стратегия, нет, оно немножко, у нас Лестер и остальные клубы необходимы, потому что мы строим глобальный бренд, английскую премьер-лигу смотрит весь мир. В Бразилии смотрит, в Индии смотрит, оно удешевляет весь маркетинг, когда у тебя есть универсальный актив один, его смотрит весь мир, его есть смысл брать. С точки зрения капитализации, оно нам не сильно поможет, потому что люди, которые будут покупать, посмотрят, сколько высоты географии конкретно зарабатывают. И они увидят, что UK это будет 3-4% от всего. Они скажут, ну вот эти 3-4% мы готовы умножить с мультом 100, а все остальное они умножают. То есть мы не сможем усреднить и сделать такой как бы сочный белый ревеню про английский, не сможем, не сможем. Будут смотреть конкретно, сколько ты с какой географии зарабатываешь. Я так понимаю, есть супер новость, что сейчас Челси вы подписали. Ох ты неплохо заспойлил сразу. Давай так. Топ английский клуб, лондонский. Вот я дальше говорить не буду, а там уже люди пусто думают, потому что сейчас еще прилетит иск от Челси. Они там сказали, пока сезон не закончится, официально ничего говорить нельзя, поэтому... Топ английский клуб. Не подтверждаю Челси. Лондонский топ. Топовый лондонский клуб. Да. Помимо Ювентуса, помимо Лестера, помимо Эвертона. И Амбассадоры, наверное, будут. Хорошо, не говоря о том, какой клуб, хотя все уже поняли, о чем вы. Сумма контракта приблизительная. Выше пятерки. Выше пятерки в год, матч, блокбастер. В год, а как? В год. Это присутствие на футболке? Нет, вообще тебя нет на футболке. На футболке присутствие стоит 40 миллионов. То есть контракт... Там разные написания могут быть. Можно попасть на рукав мелкими буквами за пять, например. Рукав, вот, например, Мансити рукав 17. Рукав? Рукав. Мансити центр 40. То есть футболка – это игра для приближенных к клубу, компаний. Это когда, например, там, хозяин клуба знает, что у него товарищ, владеец с каким-то бизнесом. Он говорит, давай для целей, возможно, финансовых манипуляций разместимся, заплатишь мне за 40. И вот такие сделки. Поэтому на футболках мы часто видим мега-корпорации. Там Самсунги, Тимобайлы. То есть там мелких залетных не бывает. Попасть на футболку на Западе – это прям... Надо преодолеть не только денежный барьер. Там уверен, что согласование с собственником нет. Потому что для него это имидж. И они лично санкционируют, кто попадет куда. Я думаю, на футболку, если бы мы захотели даже деньгами, нас мы не допустили. Думаю так. Топовый клуб. Что же вы купили за 5? Вокруг стадиона 7-10 минут. То есть почти 10% матча – реклама. Это очень много на самом деле. Потому что когда смотришь матч, у них же не просто там один LED зажигается. Весь стадион по кругу зажигается. Париматч с конкретным слоганом, с конкретным месседжем. Это съемка игроков, то есть ролики с клубом. Это социальные сети, подписанные футболки, вип, как он называется. Skybox, чтобы смотреть футбол, гостей, партнеров, вывозить випов. Вот такой вот пакет. Но это все достаточно. Потому что для нас самое важное – это вот эта брендовая экспозиция. То есть LED-размещение самое эффективное. Честно, LED-размещение лучше, чем футболка. Оно просто лучше. Это мы уже проверили 10-летним опытом. Если ты можешь купить весь стадион, а еще поставить возле ворот. Знаете, есть такие 3D-ковры. Digital Signs, технология. Каждая атака, и там стоит слева и справа возле штанги твой бренд. Это самое интересное. Конечно. Это лучше, чем футболка. Когда внимание привлечено, и комментатор по команде поднимает голос. И градус трансляции на такую высоту, что все отвлекаются от фонового восприятия. Смотрят туда. А там в этот момент 3D за воротами. Но у меня вопрос, а почему LED-модели пока еще не в 3D-исполнении, не в виртуальном? Есть такое. Есть уже тоже Digital Signs в LED. Но проблема в том, что он не попадает потом в Highlight, в Newspaper. То есть он не попадает в другие медиа. Если у тебя вот это диджитальное размещение, вот кто-то берет фид этот. И вот в этот фид она попала. А все остальное, периферия маркетинговая, там журналисты, фотографии, это все мимо кассы идет. Поэтому очень важно вот именно разместиться уже так на LED капитально. И во всех повторах, там ты уже часть истории. То есть тебя уже никогда не сотрешь. Потому что вот эта Digital Signs технология, она продается, это как стрим. Разместим там компанию Parimatch на все каналы в СНГ. То есть там Megaghost может показать рекламу Parimatch, там белорусский канал, казахский канал. А вот в Италии будет смотреть, будет смотреть другой букмекер. Вот эта вся Digital технология, она вроде бы удобная для клуба, но на самом деле не очень качественная. Потому что ты пролетаешь мимо других носителей медиа. Слушай, а как вы считали, что более эффективно, футболка или LED? Как мы считали? Это через стоимость контакта, там же единственное дашборд в общем-то в рекламе. Считали, надо вспомнить, как считали. Там уже маркетологи нашли инструменты. Я всем этим инструментам не доверяю. Есть просто интуитивно, когда ты понимаешь, через что тебя люди постигают. Я честно скажу, вот эти все вещи, они очень субъективные. Можно сейчас, наверное, найти хороший такой эмпирический инструмент, который тебе докажет, что футболка лучше, и такой же инструмент, который докажет, что LED лучше. Поэтому сказать, что лучше, очень тяжело. Но опытом просто, как мы видим, общаясь с партнерами, с афилиатами. То есть мы в операционке поварились лет 10 и поняли, что именно LED самый эффективный. Плюс смотрим, что делают конкуренты, которые тоже умеют считать. Западные компании, особенно публичные компании. Они не допускают субъективность. У них все забюджетировано, сами понимаете. Они все замеряют. Как Макдональдс, Кока-Кола. У них все является предметом замера. И если они так делают, значит, у них посчитано. И сегодня уже все знают, что LED – это лучшее. Это лучшее, а с футболок люди уходят. Только потому, что прайс и вэлью, ну, он неадекватен. То есть футболка – это бред. То есть это очень-очень дорого. У нас фантастическая сделка с Лестером. Кстати, мы на футболке, только на тренировочной форме. А мы, когда подписывали контракт, знали, что Лестер – такая команда, которая очень сильно уважает свою тренировочную форму. И постоянно в ней находятся. Во время матча очень часто покажут кадром тренера скамейку запасных. Они тренируются в этой форме. И мы там купили титульное размещение. А у них все соцсети именно с тренировочного питча. То есть они на своем поле играют. Поэтому мы купили очень серьезное покрытие. Но они даже не поняли этого. Надо смотреть, насколько команда уважает свою тренировочную форму. Это очень важно. Потому что выходит Жезе Маурини в своем костюме, я не знаю, в Луи Виттоне. А тренер Лестера выходит в полной тренировочной форме париматч. То есть мы изучали эти моменты. Это очень важно. Потому что звезды тренера Гвардиола, они все стоят со своим свитерком шикарным. Шарфик. То есть не уважают тренировочную форму, потому что он сам хочет быть субъектом. А Лестер не субъект. Это команда. И поэтому она в тренировочной форме везде. Прикольно. Слушай, такой вопрос. Вот ваши конкуренты... Сори, что я мешаю этим гэмплингом. Да, абсолютно. Но для меня, как потребителя рекламы, есть вот ваша коммуникация. Это когда Конор висит в центре Киева, когда конференция с Тайсоном. А есть вот мозговоедающая коммуникация. Там спокот на лям, фри спины, бонус на первые депозиты и так далее. И вы довольно сильно отличаетесь. При этом ваши успехи, насколько я понимаю, намного как бы выше. Можешь как-то прокомментировать? Да, все очень просто. Про эффективность маркетинга вопрос. Мы переросли ту стадию, когда ты мыслишь revenue only. То есть это когда тебе задача хапануть деньги. Потому что если задача быстро насобирать, тебе надо запаразитировать весь интернет. Посеять даже самую конченую рекламу, чтобы она в голове у тебя крутилась. И этого может быть достаточно, чтобы появился revenue. Но когда ты строишь love mark, то есть бренд-герой, который будет люди любить, даже те, которые не играют, и стараться к нему тянуться. То есть надо строить историю прям глубже. Из-за этого мы уже, когда планируем наш маркетинг, мы очень четко отбираем те носители, которые принесут value бренду. Потому что бренд строится не как беттинговый, а как лайфстайл бренд. Мы сегодня уже имеем свои ммэй-залы, свои рестораны. То есть мы входим в те сферы, и если там появляется париматч, значит, там должна быть высокая планка. Казиношники, у них задача другая. Имена стоит love mark, имена деньги сегодня. А что будет завтра, неизвестно. Может, завтра запретят онлайн-казино. То есть, потому что онлайн-казино более уязвимо. То есть в короткую, агрессивную, даже более... И по деньгам, спекотный лям, вот если взять отрезок на отрезок, наложить там париматчевские и эти казиношники, я уверен, что их выхлоп с этой рекламы может даже в короткую быть выше. То есть выше конверсия, люди будут больше обсуждать, перекидывать друг к другу. Но в конечном итоге это не построит вот эту любовь к продукту. То есть мы, я считаю, по замерам и потому, что мы слышим от людей, даже которые не играют, к париматчу начинают тянуться люди просто говорят, я хочу быть поближе вам, вы как-то очень тепло сияете. Это все работа, вот это вот маркетинга, правильный подбор амбассадоров. Но маркетинг, это уточняющее для меня важный вопрос. Как в очень маркетозависимом рынке, воспользующийся служебным положением, задам вопрос, который меня интересует, Александр, извини. Это все-таки интуитивное определение инструментов и архитектуры маркетинга? Или это некие замеры, метрики, ошибки, аналитика? Что это? Это симбиоз. Чем больше диджитального маркета, тем больше замера, там уже фактора субъективности нет. Все замеряется до болейшего клика, до последнего депозита, когорты, там все четко. Чисто рельсы, по которым ездят аналитика и конкретная закупка, все понятно. Там, где идет бренд-игра, то есть мы говорим, Конор, Тайсон, а почему не Стетхам? А почему не Ван Дамм? Или почему Ван Дамм? То есть вот эти все вопросы, они уже очень тонкие. И здесь надо угадывать и выбирать правильные клубы. Почему Ювентус? Почему не Милан? А почему Ювентус? Ну почему? Потому что... Потому что... Очевидно почему. Да, это очевидно. Потому что сегодня мы верим, что личность сильнее, чем клуб. Роналдо. Ювентус неожиданно купил Роналдо. Все, он своим... Покупая Ювентус, ты покупаешь Роналдо, не только в момент, когда он там играет, а после того, как он завершает карьеру, мы уже с ним торгуемся, чтобы подписать его на пару лет после его контракта. И как думаешь, кому он будет больше лояльен? С тем, с кем он последний поработал, а мы с ним отсняли ролик. То есть это стратегическое планирование, кто будет звездой. Кто будет следующий Джордан, Бекхэм. Мы знаем, что это Роналдо, поэтому надо быть близко к телу. Конор такая же ставка. А вы были на съемках? Вот я не полетел, именно к Роналдо не полетел. А к кому полетели? А был выбор? Я дружу с Конором. То есть я с ним вижусь регулярно. Он прилетал к нам, я прилетал к нему. Мы встречаемся в Дубае. То есть хороший контакт с Тайсоном. С Роналдо нет. Почему? Потому что пандемия, не помню, были какие-то заботы, не смог. И я знаю, что Конор Макгрегор не дал полететь к Роналду. Это мы обсуждаем сейчас, двигаясь по супер загруженным дорогам Киева. Еще с Роналдо встретимся. Думаю, когда? При подписании следующего контракта. Да. Ювентус это клуб, который как вот Феррари заморачивается над своим брендом и уточняет его во всех нюансах. Если посмотришь на их мерч, как они себя ведут. Это, ну, ты знаешь, Бугатти. То есть это вот элита бренда, которые простраивают до малейшей микродюймов все. То есть их бренд ДНК настолько мощный, что когда там приближается паримач, мы просто перенимаем в невидимом мире эту силу. А видим, он тоже у них учится. То есть мы создаем продукт, то есть они никогда не позволят тебе снять левый какой-то ролик. То есть ты уже с элиткой работаешь. Если ты возьмешь какой-то Наполи, это деревенщина. Играет футбол, неплохо забивает, ничего вообще не имеет с коммерцией и маркетингом. Ювентус, это уже люди, которые прошут, вот как вот здесь вот все в салоне прошут, вот так вот у них клуб все. Все до малейшего детали. Потом мы выбираем бренды, которые умеют заботиться о своем бренде. Потому что сегодня бренд важнее, чем состояние команды и качество их игры. Форма важнее. Ну, такая эпоха. Вот нам предлагают даром взять Атлетика Мадрид. А зачем? Антимаркетинговый клуб, что мы с ним сделаем? Хорошие футболисты, а зачем они нам нужны? От защиты играют, там что-то забивают. Ты с ними не интересен. Просто ты не интересен. Надо брать тех, кто сегодня имеет изюминку. Это либо сам клуб так и сделан, либо у него есть такие игроки, которые делают его изюминку. Какая-то звезда. Такой подход. Ну, со звездой понятно. А кто, по вашему мнению, эти клубы сейчас? Со звездами все ясно. То есть они дают трафик, они востребованы максимально. Кстати, ваш друг Конад Макгрегор немножко стал моим конкурентом, по-моему, миллионов на 600. Он очень быстро зашел в индустрию, сделал свой виски и продал ее компании Хосе Куэрво. В начале 50%, потом 80% сейчас вышел полностью. И стал неожиданно самым высокооплачиваемым игроком, звездой, бойцом мира. Почему? Потому что как раз вот эта сделка зачлась. Форбс ее посчитал в предыдущий год. Ну, со звездами понятно. А клубы кто? У которых такая харизма маркетинговая есть сегодня, да? Ну, как Ювентус. То есть Ювентуса подобные клубы. Кто они? Манчестер. Будут они на втором месте, на первом, на десятом. Бренд Махина. И умеет отрабатывать бренд. Очень кассен с соцсетями. То есть у них маркетинговая команда уже работает вне зависимости от результатов и достижений. Чемпионата. А это зависит как-то от команды, которая там есть? Или это вопрос традиции клуба? Я думаю, традиции. То есть это вшилось в ДНК. И команда, которая уже этим занималась 50 лет, она держит планку уже всегда. Есть кисли, когда есть падение. Но мы знаем Chicago Bulls в какой-то момент полетела вверх. Потом резкий спад. Вообще 15 лет забыли клуб. Сейчас Netflix там чуть-чуть воскрытил. То есть мы видим, там сняли про Chicago Bulls внутреннюю спаду. Last Dance. Да, Last Dance. Оп, полетела вверх. В этот период мы сразу к Родману. Хочешь, хочешь. Я не помню почему. Мы даже уже были готовы. Почему мы его не взяли? Потому что решили как-то даже не размывать бренд. Потому что Родман все-таки сомнительный персонаж. Скандальный. Да, сомнительный персонаж. Он великий баскетболист в первую очередь. Но потом немножко его занесло в Северную Корею. Как только стрельнул в фильм в Netflix, он сразу понимает его value. Ну, брендовая Родана поднялась. И он сразу начинает подписывать всякие компании. И к нам прилетел оффер. Но мы отказались. Инициативно от него. То есть не вы на него выходите. У нас есть такие скауты, которые постоянно, агенты, которые получат свою комиссию, сканят, когда видят, что кто-то готов поработать. И готов прилетать полно. Потому что мы же тоже там запрос. Мы же не просто. Можно мы вас подпишем? Мы там тебе нужно от карусели поехать. Туда, туда, туда. Ролик здесь. Постоянно коммуникации. Снимать там на корпоративном ролике. На корпоратив приехать. То есть это работа. Не все звезды на такое готовы. Мы там когда стеткому скинули предложение. Он говорит, ребят, знаете, что я готов. С вами работать, но я с Америки не выйду. Он говорит, хотите, что делать, что делать, я с Америки не выйду. Все нам не подходит. Потому что нам снять ролик, это не пройдет. Надо человека привозить. Он должен с сотрудниками коммуницировать. Он должен с игроками пересечься, с партнерами. То есть это намного шире надо работать. Чтобы личность перепрошилась с твоим бренд ДНА, надо глубинно прорабатывать вот эту маркетинговую коллаборацию. И поэтому мы когда брифуем, мы брифуем очень жестко. То есть просто так приехать, отработал, отсняли, уехал. Мы так не работаем, не хотим. Потому что бренд не стирается, какое-то пятно будет. Мы хотим, чтобы он навсегда был. Вот Конор навсегда вшит в историю ПМ. Даже если мы с ним перестанем работать, он уже часть нашего ДНА такого альфа-ирландского, вот это красавец такой. Все, он уже часть с нами, уже все его ассоциируют. Конор, паримач, знак равенства. Великолепно. Смена темы. Почему в Вильям Хилл в Англии это легально, а паримач в Украине это пират? Сейчас идет активная легализация, гемблинга, беттинга и так далее. Почему у гемблинга, беттинга проблема с комплиансом, почему проблема с банковскими платежами, почему бы здесь не сделать комфортные условия, объяснить местным банкам, что это, как это работает, лендить деньги здесь, платить налоги здесь? Вопрос хороший. Отвечу так. Есть макро-уровень, есть микро-уровень. Макро-уровень, давайте рассматриваем просто страну Украины. То есть это же не касается только Егорки. В принципе, любая деятельность украинская уже не может быть в сравнении подана с любой деятельностью английской. То есть все, что сделано в Англии, просто элементарно. То есть экономически, Украина всегда просто дешевле, неважно, какая у тебя индустрия. Это первое. Второе. Вильям Хилл прошел тест времени какой-то. 70 лет или 80 лет. 70 лет люди принимают ставки, веселят народ. Ну, в Украине, честно, насколько Егорка так существует, чтобы ее масс-маркет познал. Ну, так, чтобы активно, но последние 15 лет. Это вообще ни о чем. А они 70 лет на хорстреках, на всех этих айподромах. Это у них чуть ли не основное светское мероприятие. То есть культура прошита. И из этого восприятия, что это вообще норма продолжения твоего лайфстайла. А у нас это сразу, ой, ты что играешь, лудоман, наверное. Это меняется, уже меняется быстро. Да, там лайфстайл, а здесь типа грех. Да, да, здесь. Ну, тут, конечно, автоматы нам сильно подкосили, потому что у нас автоматы существовали. Все-таки, когда берем Англию, вы должны понимать, игорная индустрия зарегулирует не только юридически, а то, как они подходят к удомании, к зависимости, к контролю несовершеннолетних. А Украина, ну, по чесноку, сегодня это беспредел. То есть ни одного центра, который лечит игрока, молодежь, которая несовершеннолетняя, играет под чужими паспортами, это вообще никого не интересует. То есть здесь, можно сказать, оно разлагается и развращается. А есть люди, мамы, бабушки, которые это видят. И, конечно, они триггерят ту реакцию, потому что коллективная мысль, неприятие, она же тоже аккумулируется. И сегодня, по сути, тут такое творится зло бесконтрольно. Его никто не может упорядочить, потому что игорка сама себя упорядочить не может. Это у них конфликт интересов. Государство просто вообще все равно на эту тему. Да нет, не все равно. Тут вопрос в том, что есть четкая мотивация покрывать нелегальный бизнес. Этим занимается очевидно кто, понятно кто. И они заинтересованы в этой ситуации. Да, наверное. То есть когда спрашивают еще вот в Украине, почему нет реформ? Ну почему вот элита не хочет собраться и там провести реформы и поддавить правительство, чтобы эти реформы сделать? Так потому что вот эта элита, она, к сожалению, и заинтересована больше всех, чтобы ничего не менять. Всех все устраивает. То есть когда спрашивают, почему тут нет реформ? Да потому что их не будет ровно до того момента, пока наши предприниматели не полюбят легальные деньги больше, чем нелегальные. Потому что легко сделать нелегальный бизнес, договориться с контролерами из власти. Это чисто коррупционная история. И в эту историю никто не зайдет. Мировой игрок не зайдет. А значит ты в своем рынке один и у тебя все хорошо. И ты бесконечно будешь говорить, как у нас все хорошо, реформы нужны. Нет, не нужны. И так, к сожалению, в таком формате сейчас существует наш рынок. Уже нечего добавить к этому. Абсолютно согласен. То есть именно проблема, корень правильно определил, оно именно там. И поэтому сказать, когда это поменяется, когда корень поменяется, а как поменять корень? Представляете, что такое поменять корень? Это уже он ушел настолько в глубину. Мы там, они сейчас легализируют это все, расшатывают ветки сверху, я думаю, но корнями еще глубже уходят. То есть тяжеленная история для того, чтобы перепрошить восприятие. Но спорт передовой для этой прошивки. Спорт, потому что сегодня все его смотрят, это все-таки такой контент очень серьезный для любого телевидения. А сегодня спорт и ставки, это уже как кино и попкорн. Просто нераздельные вещи. Честно, смотреть спорт и не ставить, это очень уже странно. То есть в этом даже тебе претензии можно сказать, ты что смотришь, как бегают там 11 чуваков, и не ставишь, уже странно. То есть это как кино и попкор. Какого на кино и попкорн? А сколько среди размеров в Украине? Все оригинально. В Африке бакс, в Украине 5, в Англии 25 фунтов. То есть все разно. А какое количество людей, которые, люди, когда ставят, они хотят выиграть? Они искренне верят, что не выиграют? Фух, смотри, мы вот эту глубину разбирали, мотивацию игры. И мотивация разная. Есть люди, которые конкретно понимают, что это развлекуха. Просто подбавить градус к спорту. Смотрю с друзьями, пью пиво, надо поболеть. То есть добавить градус. Кто-то видит в этом реально инвесторскую иллюзию, что он сейчас обыграет. Однозначно, основная мотивация, выигрыш. Но сейчас мы видим, что набирает еще мотивацию, что это как модно. Типа поставил, я крутой, я сделал ставочку, крутой, я сам принял решение, разместил, сейчас там обыграю, корешу покажу, смотрю, как я угадал. То есть какой-то такой всплеск суперсилы, что он сам принимает решение. То есть это уже тоже может быть мотивация. Там очень все... Зависит от формы азартных игр, потому что в лотерейке азартным стать, там, лудоманов стать практически невозможно. В автоматах очень легко. Вторые после автоматов, онлайн-казино. Третье, вот на равных делят покер против ставок. Ставки наименее подвержены лудомании, если мы говорим о ставках на спорт, именно те, которые реально люди требуют внешнего вмешательства, причем такого форсированного, чтобы остановили игру и прям звонили им, потому что у людей действительно развивается серьезнейшая проблема на уровне души. И они мечтают с ней выбраться, это не могут. Я думаю, что это 0,5%. То есть это... Это очень много, на самом деле. Ну, я тебе могу сказать, то есть в Украине, смотри, один на нас сейчас... У меня в голове была цифра, знаешь, там, 10. Да нет, 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 это было, ты что, 10? 10. 0,5 много, потому что это все равно тысяч 50 человек, которые, ну, реально, из них треть, может быть, размышляет о том, чтобы покинуть этот мир. То есть это... И мы сейчас в эту тему очень активно начинаем вкладывать, чтобы это предотвратить, потому что нам даже неинтересны ревеню таких людей, честно. Лучшие ревеню, это когда тебе человек просто казуально отдал, и ничего здесь такого. Особенно у VIP, у которого деньги не ограничены, поэтому сегодня он купил в Монте-Карло, что сегодня он тебе проиграл, а тебе все равно. А те, кто проигрались и проигрываются, и каждый день с утра, до ночи играет, это именно бедные люди, в основном бедные. Мы сейчас строим, инвестируем в системы технологические, тайкадровые, чтобы это предотвращать, именно искренне. А я хотя бы понимаю, что вся горка будет против нас, потому что они сказали, да зачем вы это делаете? То есть никому не выгодно. Просто бизнес уже прошел, это зарилось, когда не только все измеряется заработками, то есть конкретно состояние ему бизнес подразумевает включение совести. И сейчас мы начинаем это сильно инвестировать. Думаю, получится, потому что у нас такой агрессивный подход, когда мы начнем это все делать, остальные вынужденно будут повторять. Будем учащать игроков, прям за руку приводить, ловить их и отводить там в центре, как можем. То есть, конечно, человека насильно добро не сделает, как говорится, но приложим к этому руку и закроем счет, чтобы человек не играл. Подет ли он конкуренту, конкурент его там еще раз обыграет, все может быть. Мы будем бороться. То есть легализация цивилизованный рынок для вас это по сути путь к английским мультипликаторам? Да. Я не верю, что когда-либо это будет, что будут мультипликаторы западные. Граница нашей цивилизованной игры она все равно такая вот ограничена. То есть мы не можем далеко уйти и сказать, что мы цивилизованный, потому что, опять же, должна вся страна уехать туда, потому что мы не можем одной горкой сказать, посмотрите, мы цивильные, а они смотрят на всю страну, у нас тут на границе войска, там какие-то терки, там подклодные, то есть она так, увы, так не бывает. То есть мы часть вот этой вот экосистемы национальной. И что бы мы ни делали, лучшие контракты, лучшие технологии мы все равно будем восприняты как дикой. Ну, есть, в общем-то, определенный алгоритм. Это максимально смещаться в сторону очень комфортного налогообложения в Дубай, брать в борды и амбассадорами известных людей из-за пределов этого замечательного нами любимого несчастного рынка. И максимально демонстрировать, что исторически отсюда, но в трансформационном изменении гео- 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 Потому что говорить сейчас о полной эмиграции в эпоху транслокальности бессмысленно. Сейчас у всех самолет, и тем более при таком времени перемещаться можно мгновенно и быстро. И на самом деле очень важно, а кто фактически ведет переговоры. Кто лицо компании на переговорах. Это очень важно. Я об этом говорю, потому что у меня есть в этом плане экспертиза. Я два года пытался вести бизнес в Америке с нашими лицами. И несмотря на то, что ты даже в мировой реархии уже имеешь определенные позиции, тебя вообще не воспринимают в момент переговоров. Ну вообще. То ли не знают, откуда ты, то ли говорят, а что такое вообще бренд страны. Тут же встает вопрос, и как работать, когда он отрицателен. И что рассказывать, и как говорить, и как говорить, когда говорит человек, который с тобой переговорится, говорит, мы прочитали у вас уровень проникновения коррупции 100%, значит, ты один из них. Что объяснять? Значит, соответственно, нет других вариантов. Нужно брать американскую команду, в моем случае, которая придет на переговоры и скажет, ну да, исторически так, процессинг там, но мы абсолютно легальная компания, платящая налоги. Мы прошли все комплайнсы, потому что Дубилет об этом писал, и я с этим столкнулся, когда ты проходишь просто, все проходят комплайнс месяц, а ты проходишь три или четыре. Не знаю, Саш, ты сталкивался с этим или нет, но то, с чем я столкнулся, когда тебя просто перепроверяют второй раз по географическому признаку, то есть, географическая дискриминация. И вот бренд страны тут начинает играть там реально огромную роль. Подтверждаю, нашим сотрудничеством с UFC, в принципе, сейчас такая ведущая организация, она там в ковид, первая, кто запустил все свои виды спорта. Они сейчас там оценят себя, сколько всем ярдов, очень популярная. Вот мы с ними партнеровались. Дана Уэд гениальный менеджер, мы можем это сказать? Конечно. Гений, 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 но бессовестный гений, так скажу, бессовестный гений, потому что когда ты нужен, с тобой работают, а потом появляется кто-то даже, ну, чуть-чуть более американизированный, до свидания, как просто презерватив тебя выбрасывают. То есть, вот такое восприятие, нас могут поюзать, хотя мы устраиваем отношения, летаем, все делаем четко, тем не менее, из-за того, что ты вот украинец, с тобой будет вот так, ты второсортный. Но там еще у вас есть хорошие соседи, с плохо скрываемым раздражением, но вынужден это произнести компания Немеров на ринге в UFC. Не знаю, как у них идет это партнерство, какое value от него, думаю, что для американского рынка им помогает, потому что уже четвертый год пошел, не думаю, чтобы тянули, если бы не видели КПД этого размещения. Такой вопрос, ваш следующий конкурент, насколько меньше, чем вы? Понимаешь, для нас Украина не самая критичная поляна, то есть мы на нее смотрим, потому что она исторически является уже и базой, где у нас R&D, и менеджерский состав собран, и уже есть какую-то ревеню, которую мы сейчас благодаря лицензированию получили первую лицензию, все сейчас направо. но мерить с Украиной, да мы с отрывом большим от всех. В разы больше. В разы больше. Да и в СНГ. Раньше всех начали вкладывать в период, да, направо, раньше всех начали вкладывать, когда все не вкладывали, потому что все думали, ну так, бизнес нелегальный или что, или какой-то он серый, под лотереями, непонятный, значит, надо смотреть, выжидать и работать по-патерзански. Прави, прави. А мы, Конор, Тайсон, понеслась, то есть футбольный клуб, или люди вообще не понимали, мы просто начали рынок формировать под себя, когда никто это не делал, монопольно формировать, рискуя, паркуемся где угодно здесь сейчас. На опережне начали действовать, по сути рискнули, очень сильно, потому что мы впрыгнули, когда у тебя не просто неопределенность, это как едешь в машине, и ты видишь максимум 30 метров дальше туман, мы очень сильно рисковали, потому что в любую секунду те прибегут, прибегут и начнут ломать бизнес. Мы все это прошли, поэтому накапливали иммунитет, приобретали храбрость, двигаться агрессивнее, агрессивнее, и в какой-то момент уже так поймали лыжню, и давай, уже с ним догнать. То есть по сути это маркетинговая победа за счет того, что взяли много рисков. Однозначно у нас маркетинговая победа, не тег победа, потому что тег мы проиграли в прошлом, а сейчас выравниваемся, и скоро будем уже в медалистах. Серебро, бронза, не знаю, может когда до золота добежим. Но изначально, я думаю, мы с золотой медалью из года в год в маркетинге убили все. Грамотно. Продолжим. Это Конор. А где, я не услышал, был тут. Конор был в Киеве? Конор был в Киеве. Конор был в Москве. Да, приезжал. В Киеве был? Был, конечно. Как вы его спрятали? Мы не спрятали, это было мега событие. То есть он там приехал, везде здесь приходил, и там в нас с залами Мэйны, сопровождал турнир деток, то есть был на турнире, был на парке, он был ивентом, звезд приглашали. Он был, это было полтора года назад. Сейчас во второй раз, думаю, привезем. Как я его пропустил? Я пропустил его, он пропустил от Хабиба. А Тайсон? Застали? Тайсона я застал еще, когда не было париматч. Когда не было, да. Он недавно приезжал, это уже другой Тайсон, сразу говорю. То есть это другой, то есть это... Мудрый философ. Накуриный, накуриный Тайсон, то есть не очень мудрый. Но спокойный, значит философ. Философ, да. Когда смотришь на его, что он заказывал, там, как это, райдер, да? Блюбери, Элманс, то есть там голубика, миндаль. В смысле, а там стейки, национальное, не, 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 я веган. Тайсон веган. Так больше, такой фрукторианец. Фрукторианец. Стив Джобс. Это следующая степень веганства. Массажист, говорю, нужен, нужен на съемках. Конечно, только мужчина. Почему? Не хочу рисковать. То есть, ну то есть, он себя максимально ограничивает искушение. Ну просто красавчик. То есть уже человек себя нормально так зашил, а когда он заводится, а там, когда задают вопросы журналисты, он четко фильтровал. Он говорит, жена фильтрует, вот это не задавайте. Не задавайте вопросы про прошлое, там, какие-то истории, посадки. Он же там, знаете, история такая. Есть у него пятнышки в репутации. Если зададите, ну человек, понимаете, который был как животное, то есть, ну животное, то есть, в бою и за пределами ринга, лучше не триггерить вот эту страстишку. Если она есть, они говорят, не окунайте его в прошлое, ну заведется. И отфильтровал все. Потому что были кейсы, не у нас, когда мы задавали вопросы, и он там мог забеситься. Это реально. Они есть в сети, нужно посмотреть, потому что тяжело тумблер переключить от профессионального убийцы в ринге, да, до адекватного социально ответственного парня. Он такой, что мог за пределами ринга там такое исполнять, что, да, его так жена максимально смирила ограничителями, то есть, никаких женщин вокруг, веганская еда и планокурство. И он спокойный. Спокойный и философски настроен. Макгрегор пока еще не достиг дзена в этом вопросе, насколько знаю я. Есть обратная связь у меня по его поведению там в Америке, в Хэмптонсе, в Нью-Йорке и в Семь-Им-Семь-Дума. Конор актерище. То есть, на самом деле, мудрый, спокойный тип. А то, что он выставляет в Инсту, это имидж. Он может быть абсолютно адекватный, рассуждающий, не просто трезво. Это человек, который понимает, как жить. То есть, он понимает, у него трое детей, то есть, он и семьянин. Да, у него прошлое запутанное, то есть, тоже рано познал славу и большущие деньги, просто фантастические. Для ММА мира, для мира бойцов, он просто не то, что там чуть-чуть больше. Ну, сорвать такие куши, которые он сорвал, это никому не удалось. Рано, рано. К ирландскому парню рано дошло. Поэтому чуть искусился, подскользнулся, ударился. Урок извлек, двигаться дальше. Абсолютно нормальный тип. Любую тему берешь, бизнес рассуждает. На все есть мнение непримитивное. То есть, есть глубина во всем. И это радует. Конор, это тоже человек, который не пропадет никуда. Уйдет с ММА, не знаю, Голливуд, бизнесмен. Это вот Джордан. Мы это понимаем. То есть, это топ-10 летов последнего века. Поэтому мы с ним должны быть рядом. Потому что там, где он, туда будет тянуться золото. Он вокруг него будет оплываться. Поэтому мы должны быть с ним. Даже хотим ему дольку продать маленькую. С дисконтом. А в чем, слушай, еще тоже такой вопрос, догонку про маркетинг. А в чем вот эта магия, когда твой бренд на спортсмене? Вот почему люди это хотят покупать? Они считают, что, значит, люди потратили много денег, надежная компания. Или они кусочек любви забирают. Думаю, что конноровская харизма, она вызывает любопытство, магнетизм. Люди еще не разгадали шарм. Что стоит за харизма? Это энергетика, человек так. Можно с какого угодно говорить, никто ничего не знает на самом деле. Вот Коннор ей обладает. Когда он стоит рядом с нашим брендом, люди думают, что наш бренд такой же. То есть, они хотят быть ближе к нему. Потому что он магнитит. То есть, они, там человек может быть какой-то ботан. Но в голове он себе рисует прообраз, архетип Коннора. Такой же, в душе он Коннор. Хотя человек ботан. Он видит, что паримач близок к Коннору. Значит, я буду с этой компанией, потому что эмоционально она близка, потому что он себя нарисовал по внутреннему образу. Вот, и мне кажется, он так работает. То есть, если ты стремишься к альфовости, паримач дает тебе эту альфовость, потому что вокруг нас, посмотри, альфа-сенсей. Это влияние авторитета на принятие решения. То есть, авторитета наделяет качествами, которых у него может и не быть. Ну, то есть, если Коннор крутой чувак, крутой актер и классный боец, я, кстати, не его поклонник, потому что я поклонник Хабиба. Тут, да, две модели поведения. Либо Хабиб, либо Коннор. Я как раз мой любимый боец. Как боец или как личность? А тут уже не разделишь. Мы же тайцы не можем разделить от того, кто был в ринге и от тем, кто был запределом. Коннор любят как личность. Как бойца сейчас уже многого не уважают. Ну, то есть, его любят как личность уже. Ну, то есть, Хабиба по-разному. Ну, понятно, мусульманский мир как личность, а многие, конечно, лучшие. То есть, считается номер один, так, в принципе, с большим отремонем. Влияние авторитетов. Это, на самом деле, самое сильное маркетинговое сообщение. Поэтому авторитеты так дорого стоят. Поэтому сейчас главные, в общем-то, инфлюенсеры из Инстаграма. Они очень часто к этому, кстати, не готовы. И у них нет глубины, которая есть у Коннора. У них нет вообще ничего. У них очень часто плоский интеллект. То есть, их вынесла вот эта инстаграмная жизнь в топ, а им говорить нечего. То есть, если вдруг вы с ним развиртуализируетесь, то в большинстве, к сожалению своем, вы увидите людей, которые очень просто устроены. Им повезло, и они, продавая сториз по 5 тысяч долларов, имеют какой-то доход. Но это временная история. А Коннор, Хабиб, и еще большое количество Роналда. Они навсегда, и они строят бренд, выходящий за пределы их спортивной жизни. Вот если вы посмотрите сейчас за всеми, кто в топе, они все строят бренд с горизонтом 30 лет. То есть, до конца жизни их бренд будут кормить, не обязательно Роналда выходить уже на поле. Приведу пример. Где Владимир Кличко? Парень закончил двумя поражениями, и больше его нет. А мог бы, если бы был нормальный подход, управлять своим брендом еще 30 лет. И это бы продвигало в том числе и его самого, и бренд страны. Но его нет. Вообще, ни в каком виде. Нет. Человек пропал с радаров, он полностью отсутствует. Он ничего не выпустил, он не сделал ничего значимого, он ничего не рассказал, он нигде не появляется. Его нет. Так функционирует мир маркетинга. Что такое сила брендов? Мы не говорим сейчас о архитектуре IT-компаний, мы обсуждаем Макгрегора и Хабиба. Вот почему так работает. У вас есть какие-нибудь специальные IT-шные вопросы, чтобы я размышлял, зная эти термины или нет? Мне кажется, что здесь сама маркетинговая история, она сильно более мощная, потому что мы в основном про это говорим. Я не игрок, я никогда в ставки не играю, но я знаю этот бренд, мне нравится, как он выглядит. Мы используем его как референс, когда анализируем, у кого крутая коммуникация. По IT-шному, если вернуться к у вас CTO, он работал в Яндексе. То есть Яндекс это такая, наверное, одна из самых сильных продуктовых компаний в СНГ. И в целом к вам в последнее время стягивается довольно много сильных топ-менеджеров. То есть есть в Украине классические крутые работодатели, там всякие ДТеки, СКМ и так далее. И сейчас туда под цветом Киевстары, и сейчас париматч туда заходит. Расскажи, пожалуйста, как ты строишь команду, вырастают ли люди, почему берешь со стороны таких мощных звезд, оправдывают ли они себя? Я, кстати, в апреле передал компанию в управление, потому что я 10 лет набивал шишки и строил все. Сейчас я так чуть-чуть отошел в борт, являясь там с акционером серьезным, уже чуть-чуть передал. Но как оно выстраивалось? Понятие горка, она само по себе очень закрытая. И предыдущие пять лет взять таланта вовнутрь, вот с рынка, ну, невозможно. Ты даже деньгами не просто воспринимаете, как кто-то, кто какой-то аферист, принимает ставки. восприятие очень пограничное того, кем мы были, а мы на самом деле и сами в себе еще были. То есть бизнес доверили пока дилетантам, потому что я, честно, был дилетант, но когда пришел в бизнес полностью, аматор, может, сейчас им даже остаюсь. А что значит пришел? Ты не созданный бизнес с нуля? Он старнул в 94-м году как ритейл. Я подошел, когда уже бренд какой-то был сформирован и дал ему новую жизнь, переведя его в диджитальную плоскость. В каком статусе подошел? Маркетинговый директор. Три года я им был, 3-4. Капец. А потом это не тег, это понимание маркетинга. Интуитивное понимание, где что работает, потому что метриками замерить невозможно. Вот мы подобрались к главному. Да, это действительно правда. Вначале бизнес был первые 15 лет простроен математиком, который умел считать коэффициенты, потому что это было конкурентное преимущество компании. Когда все начали считать коэффициенты, уже коэффициенты являются просто помидоры, комодити, кто умеет их запаковать, продать? Пришел маркетолог. Маркетолог создал пэкэдж, который все хотят покупать. А теперь вопрос, как это умело быстро продавать, так, чтобы оно летало? Это технологии. И я такой, окей, let's step aside. Это уже не моя игра. Я понимаю, что-то в человеческих вещах. Могу подбирать людей. Все-таки опыт 10 лет, большие деньги, большие команды меня как бы воспитало. Потому что я действительно пришел просто амбициозным, волевым таким вот интерпранер-маркетолог. И на пролом без опыта пошел. Прожег много. И ты стал партнером организации? Конечно, да. Конечно, потому что когда зашел компания минусовая, сейчас это феерически прибыльная компания. Вот так прошел путь 10 лет. Поэтому таланты последние 5 лет было набирать тяжело. А в последние 2 года, когда компания полетела, когда уже видно, что мы преодолели этот барьер, первое восприятие, когда ты дикарь, не дикарь. Сейчас ты кому не приди, канал там, с Теслой договаривали, заказываем там Теслу для сотрудников. Тебя все уже знают. Все говорят, о, хочу с вами, хочу. Уже наоборот все. Ну, конечно, если с Роналда ролик, очевидно, что тебя все знают на мировом уровне. Как только бренд перестроили, все открывается, врата. Ну, тут вопрос не вопрос восприятия, вопрос восприятия самой Игорки, как некой токсичной истории, которая навеяна, как всегда, автоматами, которая к компании не имеет никакого отношения. Это как бесконечные претензии, например, к нашей индустрии, что мы там делаем что-то не то. Причем берут это маргинальных абсолютно людей, потому что наш-то потребитель, он меняемый, он нормальный. Это то, что вы говорили о своем потребителе, который не за последнее ставит, который делает это в удовольствие, просто глядя матч под пиво, сделать небольшую ставку. Почему нет? Я, кстати, ни разу не играл ни в какие ставки. Ну, я, видимо, не ваша референтная группа. Ну, а теперь после этой передачи обязательно сыграю, попробую. Может быть, мне повезет так же, как и у всех остальных бизнес-процессов. Бонусные 100 гривен можно получить. Хочу это зафиксировать, чтобы после окончания съемок они не растворились в офисе париматча в воздухе. 100 гривен у меня есть. Абсолютно да. То есть ты, по сути, зашел в огромный рынок, в котором уже был продукт и его заскейлил очень успешно. Даже не костыльный продукт. Это одноногий, такой полуработающий продукт. Что-то работало, но это очень тяжко было. Пытался это перестроить. Когда ты неопытный человек, ты думаешь, что ты можешь перестроить. Ты не понимаешь, когда новое создаешь, все быстрее. Я впрягся в перестройку. Может сказать? Как они узнают, когда мы снимаем передачу, почему именно в этот момент начинают сервис? Я думаю, что это комплаенс-команда, которая боится, чтобы я лично не сказал. Смотрите, а я уверен, что эти чуваки путешествуют за мной по миру, потому что где бы я ни был, они с 6 утра начинают работать. В любой части мира, причем, что удивительно. Оль, что ты скажешь, свое оправдание? Даже в Буковеле, кстати, у нас это произошло. Ну, как в Буковеле, а в Нью-Йорке, а в Нур-Султане, то есть, а в Баку, а не везде. Убегает, убегает. Ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, комментарии, самый лучший блок о бизнесе. Нужно переходить к личным. То, что мы, я сегодня, как маркетолог, услышал, ну, это такой, очень высокий уровень риска, прагматизма, построенного бизнеса, и самое главное, то, что я услышал, вовремя отойти, сделать шаг назад, чтобы визионером стали ребята из ТЭК. Вот это круто, потому что все мы, овнеры, которые зашли тогда, ну, я, во всяком случае, на себе этот риск ощущаю, что я думаю, и предполагаю, что маркетинг будет рулить всегда. Сейчас, если нет в визионерах парня из Хай-ТЭК, компания обречена. Центр жизненных интересов, машина, твой любимый вопрос, на какой машине ездит? И летает ли частным джетом? Машина, частный джет, часы, вот часы очень красивые, сейчас заметил. Обычные часы, честно, не хочется на это подсвечивать внимание, но часы хорошие, те, кому знают, знают, урверк, так скажу просто, но не смущает людей. Лучше не это не говорить, не надо. Загуглить же. Пусть, пусть. Машина любимая. Я могу аккуратно сказать 200+, 200+, надо только там добавить, может там, не знаю, в молдавских леях, чтобы людей там не смущать полностью. Хорошо, хорошо, в молдавских леях, пусть будет так, но нет. Машина в продолжении такого личного бренда, правильно? Конечно, из-за того, что ты акционер твоей компании, уже у тебя есть обяз нести какой-то имидж, который должен соответствовать этому статусу, поэтому уже круг машин, которые у тебя есть, она ограничена, ты не можешь ездить на том, что хочешь, есть какие-то ограничения. Выбираю Porsche. На парковке ваш стоит? Да, да, Panamera. И я пассажир, то есть я сам не езжу, потому что кресло это рабочее место, то есть это офис в пути. Столик достал и пошел Note, Call, 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 постоянно работа. Вот, да, Porsche, есть Cayenne, между двумя машинами, всегда Porsche. Private Jetta? Private Jetta нет. Летаю именно, но своего нет. Почему при таком уровне? Мне кажется, что пока экономически это вижу необоснованно. То есть я сейчас, я за последние 10 лет очень много налетал и хотел бы подзбавить эту привычку и летать поменьше. По здоровью там просто как-то начинаешь любить больше свою страну и не хочется ее покидать. я там и в Америке, каждый UFC был в Америке, я там очень-очень много налетал и хотел бы от этой привычки избавиться. а если ты приобретешь джет, то она тебя обязывает летать, потому что экономически будешь думать, как это все окупить. Это же совесть так работает. 50 часов. 50 часов. В месяц. Обязательно, чтобы окупить свой джет. Поэтому волей-неволей становишься рабом пропеллера. на корпорацию наверное надо такое брать, потому что релэйшип-менеджментом привести конора, привести партнера это очень важно. Мы по сути это все арендуем и наверное в таком разрезе надо брать на себя просто не вижу нужды. То есть оно меня будет пленить. Я не хочу, мне хочется побольше свободы. Ты учился в Англии? Учился. В факультете азартных лидер? То есть ты работаешь по специальности сейчас? Работаю по специальности. Действительно такое образование было. Потому что я сейчас узнал что уже его нету. Видать спрос на егорный факультет. Я понимаю почему он был потому что в какой-то момент Гордон Браун или Тони Блэр утвердили идею нового Лас-Вегаса в Англии и под него открыли ресерс-центры сразу чтобы готовить кадров. И вот я попал в первый стрим а потом через вот эту тему свернули и сказали не будет Лас-Вегаса в Англии а меня уже проучили. Классное образование конечно спору нет. То есть выходишь через три года уже вроде бы обучался академическое образование но оно уже бизнесовое потому что тебя преподают не профессора а менеджера. То есть приходят люди с топовой компании и тебя конкретно готовят рассказать инсайд от топовой компании. Поэтому я когда приехал в Украину у меня такое было фора просто временная того что здесь было и того что я уже знаю в Англии. Я просто должен был умело внедрить будущее. я играю на открытых как это сделать. И вот тут я накосячил конечно потому что реализовать когда-то неопытный просто недостаточно. Из-за этого 4-3 года паримач где-то просрал к сожалению. Деньгами, временем допущен ошибки, опыт. Но это была школа такая жизнь последующая пятилетка рывок. То есть если бы не было образования в Англии то сейчас дела бы хуже были? Образование в Англии оно же не только впихивание знаний об игорке. это прежде всего воспитание самого себя ты один тебя выбрасывает сколько лет тебе было? 18. Я 6 лет прожил в Англии и магистратуру там получил в КАС бизнес-школу очень крутая по менеджменту. Честно знания вторичные которые я приобретал. То есть окружение воспитание самого себя то есть сам себе принадлежит это свобода то есть сам себя сделай вот это вот это что определяет. Вот это было ключ. Потому что здесь если бы я учился я думаю теплая ванна Киев то есть теплая ванна есть средства собственно что напрягаться а тут тебя выбрасывают сделай себя сам и я там хорошенько отучился то есть действительно трудился. Места которые вдохновляют в мире? Это кстати очень сильно менялось с годами сейчас Киев номер один вот после того я повидал весь мир а я был везде я был по Африке Южной Африке Японии Америку там всю Европу ну как не могу сказать что я прям путешественник но я много где был в конечном итоге вот у нас лучшее лучшее место считая по комбинации факторов людей питания веры природы то есть мы и так живем в идеальном месте честно сейчас даже тяжело сказать я бы никуда не переехал ни за что вот это место для меня любимое сколько времени в год проводите в идеальном месте? 70% времени а люди которые вдохновляют? святые вот люди которые сейчас это для меня актуально читая литературу духовную люди которые были бизнесменами не потеряли свою совесть и в конечном итоге закончили с такой благодатью внутренней князей которые были люди которые все равно рулили мирским разрулили ситуацию от семейных до политических до войн то есть войны но тем не менее внутри себя сохраняли такую духовную ось которая делает неуязвимыми для всех падений то есть меня вот такие люди вдохновляют все остальное вижу современный дышит таким какой-то такой кураж но он какой-то поверхности как будто все сейчас маркетологи себя научились продавать но за этим начинаешь распознавать пустоту потому что когда читаешь о святых видишь что за ними стоит нечто другое то есть это очень серьезные серьезные труды над собой и это не выражается в том как красиво себе написать цитату или выставить картинку это намного больше чем это это труды утро вечера то есть духовная работа служение ближнему семье ребенку то есть вот эти вещи делать я кем-то я сейчас этого не вижу это какая-то редкость красной нитью проходит вера вера она в вашем случае она во церковь вера конечно какая церковь прихожая каноническая вера такая это самая вера просто это очень надежная мышца которую когда качаешь она не усохнет так быстро должен задать этот вопрос этот в том числе и моя боль а как совмещается вопрос деятельности и веры как совмещается очень коротко как очень коротко внутри знак когда к вере приходишь будучи в этой деятельности тогда намного все проще потому что ты понимаешь что если я при вере начинал бы такое был бы вопрос почему я выбрал вот этот путь но когда я пришел уже будучи в нем а я в горке до париматча тоже был игроком то есть я всегда в этой страсти игровой был но я пришел к вере то есть уже будучи здесь деятельности же не закончились деятельности закончились а ее никто не благословит окончить так вот резко потому что в этом тоже будет большая крайность надо переплавить и эту деятельность и сделать максимально благо и возможно даже здесь перепрошить и горку спасти тех же лудоманов тоже миссия потому что если не будет здесь людей которые хоть как-то думают об этом оно развертится еще больше поэтому возможно в этом и миссия я не знаю точно я не держим это и горка если надо было выйти здесь вмиг бы вышел бы и забыл бы. То есть у меня нет никакой отуществления с компанией, что она теперь есть все. Оно не про это. То есть оно про людей, с которыми я уже создал команды, уже за них в ответе. То есть уже есть некая опека. А вот мы много говорили о авторитетах, командах, брендах западного мира. А вот тут на нашей территории кто эти команды, кто эти люди, которые дают трафик? В Украине. Слушай, а многим нужно далеко еще тянуться до Конора, до Ювентуса. То есть это какая-то стратосфера. А вот тут рядом кто эти герои? Саша, Усик. 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 Кстати, заметьте, мы же не случайно строили бренд от интернешнл звезд, потому что позиционирование в Далбиле не национально, а международно. Это было сделано намеренно. Потому что сегодня как национальный бренд, ты сразу в ограничениях. Ну и не только по капитализации, по всему. То есть лучше быть интернешнл. Поэтому интернешнл звезды, мы через них прошили бренд. А теперь берем национальных звезд, чтобы подкрепить локальное присутствие конкретных регионов. И в каждом регионе есть своя звезда. В Казахстане будут свои ММА бойцы, чемпионы. В Беларуси свои теннисистки, хоккеисты. Здесь Усик еще не с нами, но для меня он. Потому что он как раз увязывает то, что я верю. Очень сильный бренд, построенный надолго. Я не знаю, если у него консультанты, либо он чувствует это интуитивно, но вот он и строит. У него консультанты, у него и духовники. Строит бренд в длинную очень. Он строит бренд, но он еще более в длинную строит свою личность. То есть у него личность никогда... Сегодня можно построить бренд в ущерб своей личности. То есть можно много вещей сделать, которые саботируют тебя, эту совесть, а бренд будет прям сиять. Я думаю, что он стоит личность в центре и естественным образом у него продолжение еще и брендовое. Потому что люди чувствуют, что настоящие, что не играют. Конечно, абсолютно искренне. Ему вот эта вот вся пена актерская вообще неинтересна. Он скажет, как и есть. Он сказал про УПЦ. Пожалуйста, сразу там, миротворцы. Не на секунду не отошел назад от того, что он сказал. Ну да, вот так. То есть это человек с неудобствами справляется, когда ему в носах прям тыква. То есть вот эта личность. То есть храбрый человек, готов жить неудобно. А это уже первый признак. Паримач это, кстати, очень тоже неудобно. Потому что у вас программа Big Money. Паримач это тоже про Big Money, но очень неудобные деньги. То есть это очень неудобные деньги, потому что они достаются большим трудом. Не только там работы с командами, а как это все потом даже собрать, доказать, чтобы тебя там не забрали. То есть здесь же вопрос безопасности тоже актуальный. Это неудобные деньги. Будем заканчивать. Такое количество информации нужно ее переварить, чтобы плата не сгорела сейчас. Все услышанное. То есть тут и вера, тут и тег, тут и маркетинг, тут и диджитал, тут и визионерство в определенном смысле этого слова. Как будем разыгрывать 100 гривен подарочных для игры? Разыгрывать не можем. Консультацию? Да. Смотри, нас смотрит большое количество предпринимателей. Люди хотят быть успешными. Собственно, суть нашей журналистской деятельности, Евгения, в том, чтобы им в этом помочь. И мы у всех наших гостей просим какой-то подарок для аудитории. То есть это может быть обед с тобой, консультация. Работа в офисе, возможно, тут рядом. Обед легко. То есть за лучший вопрос. Нас двое. Обед, понятно. Назовем это бизнес-ланч. Не обед, а бизнес-ланч. А, ну это Сашина аудитория, есть еще моя. Возможно, работа тут в офисе 3 часа рядом, чтобы посмотреть, как это функционирует на больших числах. Это на самом деле может дать человеку такой толчок невероятный. То есть это такое ускорение. Это не уровень духовника, конечно. Ну то есть те вещи, которые объяснят там. Там лавра, да? Я туда показывал. Там. Там. Ну все это, это же священные холмы, поэтому не важно. Да. Это не на 100-й земле. Это может быть по уровню знаний для человека. То есть вы можете запустить на орбиту тремя часами свое время, просто потому, что он будет рядом. Легко. Это легко. Хочется верить, что за 3 часа человек постигнет что-то, сомневаюсь, но какое-то первое соприкосновение с этой культуркой возможно и будет. То есть с удовольствием выступлю на ваших мероприятиях, где у вас собираются залы. Тоже интересно, если это поможет людям. Конечно. Да, и подарок, и людям, и нам. Так это, секунду, первый раз я получил подарок прямо в прямом эфире, потому что Big Money на самом деле просветительский проект. То есть когда мы думаем, что мы общаясь с такими терминами, предполагаем вернее, что люди общаются точно так же, то это, конечно, очевидно не так. А давая им эти знания, занимаясь фактически социальным таким инжинирингом, да, мы даем людям понимание того, что нужно больше налогов заплатить, нужно больше рабочих мест создать, нужно больше зарплату заплатить, потому что главная помощь бедным в нашем случае – это не стать одним из них. И чем больше тут создадут продуктов и услуг и вывезут их за пределы, вот пример компании. Какой вы в Форбсе теперь в новом рейтинге? 28-й. 28-й человек из Форбс, то есть реально new business. Сейчас это не приватизация предприятий, не металлургия, это вот конкретный бизнес в стиле фанк, вот. И об этом, и о таких людях, как вы, ну, это нужно говорить, нужно говорить, что несмотря на то, что происходит, как бы тяжело ни было, вот мы, вот наши рабочие места, вот наши налоги, вот наше расписание дня, вот наша мотивация. Для многих, подчеркиваю, то есть мы даже не предполагаем, какое это влияние имеет. Я опознал это в полной… Всем виду, что я такой олдскульный капиталист, да, и вдруг меня вынесла волна на вот такие общественную фактически уже деятельность, публичную. И вы видели, какое внимание, мы сейчас приехали с семинара, какое внимание, какой запрос. Да. Потому что этого не хватает. С людьми никто не разговаривает. Их, как в Англии, не учат стратегии игры. Нет университета качества бизнеса. А бизнес сейчас, бизнесмены, как новые рок-звезды. Почему? Потому что все хотят быть успешными. Все хотят энергию эту в виде. Полностью поддерживаю. Проследительская деятельность, она еще несет за собой огромную ответственность, потому что хуже всего это запутать людей. То есть здесь ответственность, то есть слепой ведет слепого, поэтому самому очень сильно понимать себя, перед тем, как начинаешь вещать, потому что по гордыне навещать, наобещать людям и там сказать, куда правильно, а люди там пошли, и там яма. И ошибиться. Поэтому большая ответственность, да. Я могу дать из себя три совета, потому что очень простых. Знаю, что много советуют в книгах. Просто говорю о опыте, который я вижу, где сейчас люди проседают, особенно менеджера. Первое – люди не умеют отдыхать. То есть если вы не умеете отдыхать, по-простому вы не умеете работать. Не умеете работать – не умеете мыслить. Не умеете мыслить – не умеете жить. То есть отдых очень важно, Потому что это, и это, кстати, не празднование, речь сейчас идет не о праздном отдыхе, а потому что отдых, это может быть труды, то есть она физически потрудится где-то там, повоздерживается, то есть это не просто пляж, мохито, отдыхая две недели, меня не беспокоит, это не отдых, это разлагание. Поэтому учиться отдыхать, важнее, чем учиться работать. Сегодня этот навык потерян. Первое. Второе. Вижу, что люди, у которых сильная такая гордыня и поклоняются себе, у них в длинную ничего не получается. От них уходят команды, они теряют лучших талантов, с ними не хотят взаимодействия, даже когда они деливерят результаты по ревеню. Сколько бы человек не заработал, а если вот он горделивый, с ним не будет иметь дело. Сегодня скромность, не слабость, именно такая скромность, потому что надо быть кремлем, надо быть твердым, но скромным, то есть не поклоняться самому себе. У вас будут открываться большие двери. Вот это второй совет. И третий. Думаю, все говорят об адаптивности, что надо принимать изменения обстоятельств. Это очень важно, потому что сегодня меняются все, привычки, и не только телесный комфорт можно задеть, когда поменяли стул. У нас сейчас самые большие привычки – это именно когнитивно-интеллектуально. Мы тяжело отказываемся от интеллектуальных каких-то концепций. То есть вот здесь надо иметь гибкость, чтобы их бросить, потому что то, что мы многое верим, оно ложно. И иметь открытый ум, чтобы всегда можно было познать какую-то новую истину – очень важно. Поэтому отказывайтесь от этих вещей, которые вас конкретно заякорили, и будьте адаптивными к новым знаниям и обстоятельствам. Стоп, снято. Супер. Очень круто. Спасибо вам, ребята. Искренне желаю удачи. Спасибо огромное. Спасибо, Кайфанул.